Друзья, привет! Предлагаю вам сегодня прогуляться вместе со мной по Рождественскому Нью-Йорку. Сегодня последний день, когда 5-я авеню перекрывается для пешеходов, и мы с вами прогуляемся по 5-й авеню. Посмотрим на главную елку Нью-Йорка возле Рокфеллер-центра. Ну и посмотрим, что да как, какие магазины, как украшают витрины. В общем, поехали вместе со мной гулять по Рождественскому Нью-Йорку. Каток в Райан-парке, и здесь тоже есть установленная елка, но людей стало как-то, знаете, по сравнению с прошлым годом намного больше. Здесь ни пройти, ни проехать. Хотя на катке, в принципе, нормально. Банков Америка является главным спонсором ледового катка в Райан-парке. Прокат коньков стоит от 15 до 50 долларов в зависимости от времени и ажиотажа на самом ледовом катке. Но если у вас есть свои коньки, то вход для вас будет бесплатный. Единственное, что нужно будет сделать, это зарезервировать время на сайте катка в Райан-парке. Если вы являетесь держателем карты Банков Америка, то вы получаете скидку 10%. На этом катке действует заточка коньков и стоит это 20 долларов, если заранее, или 30 долларов непосредственно перед катанием. Хранение вещей от 5 долларов за маленькие вещи и 15 долларов за большой багаж. И открыт каток до 5 марта 2023 года. Так что обязательно успейте сюда попасть, если вы окажетесь в Нью-Йорке до 5 марта следующего года. В Брайан-парке установлена 90-летняя европейская ель высотой 17 метров. И открыта зимняя деревня с кучей магазинщиков, где вы можете купить сувениры или выпить чашечку кофе. А сувениры здесь не дешевые. Елочная игрушка в виде колокольчика яблока с надписью Нью-Йорк стоит по 17 долларов. Это еще не та часть 5-я авеню, которая перекрыта для пешеходов. Но пешеходы уже явно ходят по проезжей части, так как людей очень много. Кто хочет покататься на тук-туке? Кто хочет покататься на тук-туке? На 5-я авеню очень много сувенирных магазинов и даже уже появилась атрибутика к празднованию нового 2023 года. И почему же все-таки перекрывают 5-я авеню? Здесь находится один из известных тоже торговых центров, универмагов. Наподобие Мессис называется этот универмаг Сакс. И здесь на здании этого универмага, торгового центра, проходят каждый день до Рождества. Такая вот иллюминация под разную музыку рождественскую. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. 48-й стрит, дальше, выше, по-моему, до 52-й или до 54-й. 5-я авеню перекрывается. И перекрывается она всего на 3 дня перед Рождеством по воскресеньям. Сегодня 18 декабря, воскресенье. И это последний день, когда 5-я авеню доступна для пешеходов. Вот тут и так много народу. Я даже не представляю, сколько их будет на следующих выходных. Хотя в основном в следующие выходные все нью-йоркцы будут праздновать Рождество. И здесь можно будет встретить, наверное, только туристов. Шоу повторяется каждые 10 минут, а потому, пока шоу не началось, зайдем в торговый центр САКС и посмотрим, как здесь все украшено к Рождеству. А вот так вот украшен универмахт САКС. Стильненько, скромненько. Стильненько, скромненько. Главная фишка универмага САКСа – это рождественская музыкальная иллюминация на фасаде земли. Здание! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 600 тысяч огней зажигаются на этом 10-этажном здании универмага Сакс в рождественские дни и каждые 10 минут вечером, каждый день под музыку идет целое световое шоу. А вот она и самая главная рождественская елка Нью-Йорка. Елку возле Рокфеллер-центра ставят с 1931 года каждый год. И при этом сама традиция ставить елки в городе появилась только в 1933 году. Так что это самая первая рождественская елка в Нью-Йорке. Укращает елку 50 тысяч водоцветных светодиодов. А на вершине елки красуется звезда Сваровских. Ну что, первое впечатление. Здесь очень много людей. Подойти к елке сфотографироваться невозможно. Я сделала пару кадров, но это, конечно, ужасно. И еще здесь нельзя тут охранники ходят и нельзя подниматься выше, нельзя подниматься на лавочке становиться. Так что, конечно, такое себе увлечение, развлечение стоять в толпе на холоде и пытаясь сделать красивый кадр на фоне Рокфеллеровской елки. Вот так вот пробираясь через толпу. Хочу отметить, что вот эти все украшения Рокфеллеровская елка и все новогоднее рождественское здесь, в этой точке, будут украшены после Рождества и после Нового года. Поэтому смысл толпится перед Рождеством в данном месте. Ну, не знаю, с маленькими детьми. С маленькими детьми, как по мне, плохая идея гулять. Вот как раз охранник всех гоняет. Там мужчина стоит сверху. И на секьюрити охранник ходит и всех сгоняет, чтобы не садились на лавочки. Появляется от этого ли рождественское настроение? Ну, не знаю, я попыталась встать на лавочку, меня согнали и рождественское настроение улетучилось. Ну и плюс огромнейшее количество людей, поэтому не знаю, насколько вообще... Вот, куда бы его ставить, где бы его сфотографироваться. А еще рядышком здесь находится кафедральный собор Святого Патрика. Отсюда начинается, кстати, парад в честь Святого Патрика. Вот такой вот красивый собор. И туда можно зайти внутрь. И туда, наверное, теперь, чтобы девочка целям. В конце концов мать коем. И там поеду. И в конце концов молнии. И на этом знамение, И я построю все, и в оценку музей. И там поеду. И там поеду. И и в этажах поеду. И там поеду. И там поеду. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот все происходит в католической церкви внутри И зайти в католическую церковь может абсолютно любой При этом здесь нет каких-то определенных правил Не надо обязательно покрывать голову То есть такая более-менее свободная религия, я бы сказала Когда действительно может абсолютно любой человек зайти и помолиться Богу Субтитры создавал DimaTorzok Наступило 6 часов вечера, пятая авеню уже закрывают для пешеходов, для свободного перемещения пешеходов И пускают автомобили А людей-то меньше не стало Мне кажется, к вечеру стало людей еще больше наоборот Тут вообще все улицы надо было бы перекрывать А главную елку лучше всего видно с 50-й стрит Здесь намного меньше людей Ну и погуляем еще немножко по 5-й, 6-й авеню И посмотрим, что здесь еще как украшено к Новому году Рождеству Так, это я на 50-й стрит И вот у нас впереди имеется Радио Сити Тоже одно из известных мест Нью-Йорка Который часто попадается в разных фильмах Кстати, Радио Сити это концертный мюзик холл Концертный зал, театр Где проходят одни из самых известных рождественских представлений этого города О, сегодня какое-то будет представление Смотрите, сколько людей Это Крисмас спектакль Сити Рокотс Ну и еще одно рождественское место Это красные шары Напротив Радио Сити Мюзик холла Да, и тут людей не меньше Ну вот они, знаменитые красные рождественские шары И как это все выглядит на самом деле Сколько людей, сколько фотографирующихся А вот еще одна елка И вот не помню, на этом ли месте в прошлом году сгорела полностью рождественская елка Елочка возле Рокфеллер-центра Вот елочка И дальше еще елочка Сколько елочек в Нью-Йорке перед Рождеством А вот еще одна елочка И это All American Christmas Fox Square Вот такая вот красотка И еще одна Магазин Хершес Конфетки, шоколадки роздавит детям Спасибо большое Магазин Хершес Магазин Каймон Дэмс Только шоколада Хершес Наскислаха Типа Манкеткат Носочки А вот еще интересная елочка Компания, по-моему, банковская какая-то Ой, глаз А у отеля Шаратун весна цветочки А, это нет, я не права, есть елочка Ну, конечно, цветочки Перед Рождеством Немножко необычно И тут и голуби, и кренделя тут есть Очень красиво Вот такое коротенькое очередное Рождество Рождественское видео Надеюсь, оно вам поднимет настроение Обязательно оставляйте в комментариях Нравится ли вам Рождественский Нью-Йорк Хотели бы встретить Новый год Или Рождество в Нью-Йорке И как вы будете отмечать в этом году Рождество или Новый год Обязательно пишите в комментариях И спасибо вам всем большое за просмотры Обязательно подписывайтесь Всех с наступающими праздниками И до новых встреч Пока-пока Пока-пока